Парад наследников Победы прошел сегодня на главной площади столицы. В нем приняли участие школьники, студенты, педагоги со всех районов республики. Проводится мероприятие в третий раз. Вместе с наследниками в марше участвовал и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, он же инициатор проведения такого парада. Рассказывает Патимат Бурзиева. 70 лет Победы и 7 тысяч человек вышли сегодня на центральную площадь Махачкалы. Этот парад наследников Победы дань память тем, кто погиб на фронтах. И благодарность оставшимся живых ветеранам. Здесь сегодня школьники, студенты, учителя со всех районов республики. В руках у каждого красные знамена, транспаранты и черно-белые фотографии. Мой дед родился Сундика Сейдварик Султанович. Родился в 1925 году. Был призван в войну в 1943 году. Служил он в Украинском фронте. Он получил ранение в 1944 году. Моего дедушку зовут Хабиб Мутаевич. Он родился в 1973 году. Он участвовал в гражданской войне. Прошел две войны гражданскую и отечественную. Служил под Сталинградом. В 1945 году он дошел до Берлина. Написал свое имя на стене. Приехал домой, заболел и его не стало. Очень горжусь. Спасибо ему. Участие в параде добровольное. Каждый из присутствующих здесь детей помнит и чтит своего родственника. Ветерана армии и флота. Партизана, труженика тыла, узника концлагеря и блокадника. Для каждого наследника Победы 9 мая, несмотря на огромный срок, 70 лет. Это главный праздник. Парад наследников Победы проводится в нашей республике в третий раз по поручению главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. И уже стал доброй традицией для нашей молодежи. Начиная от простого солдата и кончая верховним главнокомандующим, все были в одном строю. Вместе с ними были и труженики Тила. Дагестан, страна воинов, не осталось в стороне. На войну поехало 180 тысяч наших отцов, дедов и прадедов. Около 90 тысяч из них остались навсегда молодыми на полях сражений. И сегодня те, которые пришли на эту площадь, мы пришли сказать, что ряды ветеранов, защитников нашего Отечества не становится меньше. С каждым днем увеличивается количество людей, которые будут приобщаться к памяти, будут приобщаться к Великой Победе. Для участия в параде наследников в нашу республику приехали и гости из Крыма. Нам очень приятно находиться здесь. От имени Республики Крым, от имени крымской молодежи, от имени региональной общественной организации Комитет Крымско-Татарской молодежи приветствую нашу братскую республику Дагестан. Под песней военных лет школьники рассказывают о войне. Той, которую знают только по книгам или фильмам. Но это сейчас совсем не важно. Главное суметь почувствовать боль тех, кто видел ее своими глазами. Дети против войны, против войны. 70 лет победе и 70 лет без войны. Такое же количество белых голубей, символизирующих мир, дети одновременно выпускают в небо. Маршем наследники победы двинулись к памятнику воина-освободителя. Нога в ногу, друг за другом. Школьники, волонтеры, кадеты. Гордо несут флаги своей страны, транспаранты и фотографии. Колонна бессмертного полка направилась в парк Ленинского комсомола, где все желающие могут попробовать блюда полевой кухни и пообщаться с ветеранами, чтобы еще раз выразить им слова благодарности. Патемат Бурзиева и Брагим Магомедов. Время новостей.